Всем огромный привет! Сегодня видео будет о покупках одежды, обуви, аксессуаров. Решила снять именно сегодня, потому что если затяну с этим видео на недельку или на две, то оно получится очень длинным, а я такие видео не люблю, поэтому решила снять именно сегодня. И хочу начать с одежды. И в этом месте я очень часто покупала какие-то такие базовые вещи, которые в основном можно носить с джинсами и шортами. В принципе, наверное, все. Может быть, с какими-то джинсовыми юбками, я не знаю. И как-то так получилось то, что многие вещи оказались в полосочку. И давайте начнем. Так, первую кофточку, вернее, как и две следующие, я купила в магазине Zara. Она такая, знаете, свободненькая, с рукавом 3,25. И что мне понравилось, это то, что она сделана из органического катона. Я не знаю, правда это или нет, но она очень мягкая, очень приятная и комфортно я себя в ней чувствую. Следующая кофта точно такая же тельняшка, просто немного другого цвета у нее полоски, более яркие, такого сине-голубого цвета. Поэтому больше мне о ней нечего сказать. Следующая идет футболка, опять же, серия Organic Cotton. Купила так много, потому что люблю такие вещи, часто их меняю и люблю, когда их много в гардеробе. И последняя полосатая вещь, которая у меня осталась, это вот такой вот окороченный топ. Он уже из плотной такой ткани и, в принципе, ничего в нем такого особенного нет. Но вся фишка находится на спинке. Присутствует здесь такая вот складочка большая и смотрится это очень интересно. И, в принципе, как обычно, такая вот змеечка сзади. Очень люблю носить ее с завышенными джинсами, юбками, классно очень смотрится. Следующую вещь я купила в магазине Topshop. Это была вот такая вот джинсовая рубашка. Она удлиненная, как вы видите. И что мне не понравилось, это ее ткань. Она очень мягкая, очень приятная. Я бы даже не сказала, что она сделана из джинсы, потому что она такая вся воздушная, струящаяся. Даже не знаю, как ее еще описать, но мне кажется, тут джинсы-то, в принципе, и нет. Поэтому вот такая вот рубашечка у меня была. Так, что я еще купила в магазине Topshop, это... Давайте покажу шляпу. Я уже покупала одну шляпу в Topshop. Она такая была бежевая. Вы тоже ее могли уже видеть. А в этот раз решила купить черненькую. Она такая с большими полями. Не знаю, буду ли я ее носить сейчас, потому что на улице уже тепло. А летом такие шляпы не носят. Поэтому, возможно, оставлю ее до осени. Следующие две вещи я покупала достаточно давно, наверное, месяца 2-3 тому назад. Но забыла их показать в последнем видео о покупках, поэтому решила показать именно сегодня. Купила я двое пар джинс с завышенной талией. Первый вот такие вот беленькие, а вторые такие вот из темной синей джинсы. Я думаю, что многим эти джинсы не понравятся. И знаю, что многим они не подойдут. Потому что у всех разные фигуры. И, конечно же, они не будут на всех идеально сидеть. Но мне эта модель подошла. Я их просто обожаю. Они стильно смотрятся. Классно носить их с какими-то укороченными топами, свитерками. И вообще они супер классные. Поэтому мне они очень нравятся. И, как я уже сказала, покупала я их тоже в магазине Topshop. Также очень давно у меня появился вот такой вот классный ободок ручной работы. Я на самом деле его покупала, наверное, тоже месяца три тому назад. Заказывала у девочки с инстаграм. Я обязательно ссылку оставлю в инфобоксе. Очень красивые ободочки. Такие прям праздничные. Эти ободки просто отлично подойдут на выпускной вечер, на последний звонок. И украсит ваш образ. И также я себе купила вот такое вот колье, наверное, в магазине Zara. В принципе, ничего особенного. Но такая вот интересная вещица. И теперь давайте я перейду к обуви. Её было достаточно много. Но она такая, знаете, достаточно повседневная. Первое, что я себе купила, это всем, наверное, известные кроссовки New Balance. Я купила такую классическую версию. Сейчас вам покажу. Я их убывала уже очень много раз, поэтому буду осторожней, потому что они грязненькие. Они тёмно-синего цвета. В принципе, классические. Думаю, что многие их уже тоже видели. А что я могу про них сказать? Они очень удобные, очень комфортные. Подходят под совершенно всё. Поэтому очень довольна этой покупкой. Также я купила очень весёленькие балеточки. Они сделаны из эко-кожи. Очень яркие. Такая вот здесь мордочка мышки, насколько я поняла. И пока их ещё тоже не обувала, потому что на улице ещё не так сильно тепло. Следующая пара обуви будет на небольшом каблучке. Посмотрела я видео Леры, Валерии Долговой. Очень такой милой, приятной девушке. И она показала в своём видео вот такие вот сандали, наверное, чёрного цвета. Они из магазина Zara. У них вот такой вот небольшой каблучок. Они мне очень понравились. И поэтому решила тоже их приобрести себе. Они действительно очень удобные. Конечно же, пока никуда я их не носила, потому что, как я уже сказала, на улице холодно. Но сейчас будет тепло. И суперклассно они будут смотреться и с джинсами, и с платьями, и с юбками. Поэтому скоро их буду с большим удовольствием обувать. Следующие пара обуви я себе купила в магазине Topshop. Это вот такие вот, как здесь написано, туфельки. Вот. Они ещё совершенно новенькие, беленькие. И ждут тёплой погоды они, потому что сейчас на улице идёт дождик. Да. Мне будет очень удобно гулять летом, поэтому, в принципе, из-за этого я их и взяла. Это все мои покупки. Надеюсь, то, что вы не заскучали, вам было интересно. Обязательно оставляйте свои комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. И всем пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok